Тема лекции «Современное искусство в современном мире». Тут вот есть эпиграф Олега Кулика. Я думаю, мы к нему вернёмся в конце лекции. То есть это, скажем так, будет завершающей точкой. Понятие современного искусства, оно появилось в 70-х годах, и его связывают с аналитиками искусства Розалиндой Краус. Она отнесла его к спектру художественных практик, которые противостоялись высокому модернизму. То бишь образовалась оппозиция. Модернизм, постмодернизм. Современное искусство и модернизм. Но на самом деле всё течёт, всё меняется, и как-то употреблять термин «постмодернизм» стало уже мавитоном. В том плане, что вот сама острота этой оппозиции, она потихоньку стирается, и мы понимаем всю относительность вот этого противопоставления. Современное искусство — это, естественно, не всё то искусство, которое производится здесь и сейчас, а искусство, которое соответствует духу времени. И существуют, конечно, определённые критерии в соответствии. Опять же, оговорюсь, в некоторой степени условные, потому как современность, она определяется не какой-то отдельной инстанцией, а всей системой искусства. Существует такое понятие «система искусства» — галереи, рыночные институции, нон-профитные институции. То есть весь спектр рыночных и нон-профитных институций, с которыми работает художник. И, естественно, понимая это, мы понимаем, насколько относительно само понятие современности. Тут я могу даже провести аналогию с относительностью, допустим, цены или художественной ценности искусства. То есть это очень субъективно и зависит от многих субъективных факторов. Ну вот, к примеру, я, как в качестве куратора, сталкиваюсь с необходимостью выбора художников для определённых проектов. И понимаю, что, в общем-то, при выборе руководствуюсь своим собственным вкусом. Понятие современного искусства синонимично ещё несколько понятий. Вот актуальное, критическое искусство, экспериментальное искусство. Актуальное искусство — это понятие было наиболее употребительным, особенно в 90-е годы, в частности, на Украине. На Украине, в России. Его связывали с определёнными медийными практиками, не классическими, то бишь новыми медиа. Хотя, естественно, медийная актуальность — это не критерий современности, а скорее, ну, скажем так, фактор моды. И мода меняется. Мода, допустим, на видео, которая была явной в 90-е, сейчас потихоньку как-то спадает, и уже традиционные виды искусства снова выходят на сцену и вновь они признаны актуальными. Понятие критического искусства, оно является уже более прозрачным и связано с критикой различных систем — социальной, политической, художественной. Но опять же, мы возвращаемся к тому, что всё, в общем-то, взаимообращаемо и всё относительно. Сейчас много пишут о том, что художники так называемого «левого дискурса», которые делают себе карьеру именно посредством этой стратегии, в конце концов, превращают эту критику во вполне востребованный рыночный товар. Что, в общем-то, тоже, естественно, всё, что так или иначе включено в систему рынка, оно покупается и продаётся. И радикальность на самом деле тоже успешно продаётся. Ну, хрестоматийный пример тому — это, допустим, граффити-бэнкси, которые снимают со стен и продают на аукционах. Или же их просто консервируют, поскольку власти Бристоля зарабатывают огромные деньги за счёт притока туристов. Понятие экспериментальности, экспериментального искусства. Когда я попыталась создать у себя в галерее программу поддержки молодых художников пространства эксперимента, я как-то поневоле задумалась над темой экспериментальности, что, в общем-то, она означает сегодня. В то время, когда, по сути дела, всё уже было. Из этого вывод напрашивается только один. В принципе, инновационность, экспериментальность, новизна — это новое, это хорошо забытое старое. То есть рециркуляция идей. Ничто на самом деле не является новым. Ну вот и на моё понимание современности искусства повлияло две статьи Бориса Гройса, они разные по времени, одна более ранняя, 96-го года. Она так и называется. Что такое современное искусство? То бишь, современное искусство — это искусство, которое всё время находится в каком-то перманентном тупике, перманентном кризисе и постоянно тематизирует тупиковость ситуации. Эта тупиковость даёт возможность двигаться куда-то дальше. Ну вот у меня есть ещё кусочек Гройса, я прочту. Темой серьёзного искусства является смерть, причём не чья-нибудь, а его собственная. То есть невозможно больше так жить. Если мы вспомним все произведения современного искусства, которые когда-либо в современную эпоху имели успех, начиная с работ Мане, это невозможность рисовать новые картинки, когда уже были старые. Это невозможность рисовать что-либо вообще, чёрный квадрат, например. Это невозможность рисовать даже чёрный квадрат. Это невозможность выставлять что-либо. Остаются голые стены в минималистских инсталляциях. Невозможность отделить музей от мусорной кучи. В результате появляется мусорная куча в музее. Это невозможность отличить и так далее. От одной невозможности к другой, от одной смерти к другой, от одного тупика к другому. Мы получаем один большой тупик, одну большую невозможность и одну большую смерть, которая называется «современное искусство». Звучит на самом деле довольно пессимистично, но именно в этом пессимизме и кроется такой скрытый оптимизм. То бишь, современное искусство — это не искусство, которое тиражирует какие-то традиционные формы и идеи. В отличие от классического искусства, оно опирается не на традицию, а на постоянное ощущение перероста традиции и желания как-то двигаться дальше. Если представить себе некое условное тело искусства, то оно не будет стабильным в пространственном измерении. Оно то расширяется, то сужается, перерастает в себя самое и постоянно ощущает вот эту вот загнанность в тупик. В 90-х годах еще очень модно было в связи с этим упоминать и цитировать Сьюзен Зонток и ее парадигму расширения границ. То есть современное искусство — это искусство, которое постоянно приступает к собственной границе, выходит за них. Выйти за границей искусства, ну тут понятно, возможен только один ход — шагнуть в жизнь. То есть вместо классического эстетического опыта наблюдения со стороны, какой-то отстраненности, дистанцированности, оно напрямую включается, скажем так, переживает совсем другой опыт. То бишь опыт непосредственного включения в жизнь со всеми ее чувствами, ощущениями, муками, болью, радостью, эмоциями. Они переживают массу новых ощущений, видят и банальное, уродливое, ужасное, все виды развлечений, скуку. Скука вообще — это некий сетиш современного искусства. Есть такая цитата Энди Орхола, который императивно утверждал, что искусство должно быть скучным на самом деле. То есть появляется некое такое неразвлечение жизни и искусства. Ну вот в дальнейшем я в своем понимании современного искусства столкнулась с еще одним текстом Бориса Гройса. Это текст из сборника «Комментарии к искусству» о двух контекстах, которые являются на самом деле соединенными сосудами. Это жизнь и искусство. Это два соединенных сосуда, в которых поддерживается постоянный уровень жидкости. И сам акт творческий заключается в переходе из одного контекста в другой. Неинтересна ни жизнь сама по себе, ни искусство сама по себе. Интересен именно вот этот момент перехода, какого-то движения. Возможно, вот именно в этом движении и заключается этот момент сопричастности и современности происходящему. Это, я бы так обозначила, главную интенцию современного искусства. Ну вот еще опознавательные признаки или симптомы, как угодно можно назвать, это стратегии, которые оно эксплуатирует. Есть такая очень симпатичная мне гипотеза Вадима Руднева, российского культуролога, который, в общем-то, отрицает факт того, что сейчас в искусстве наступила эпоха эклектики и закончилась эпоха каких-то больших стилей. Исчезли какие-то стилеобразующие факторы. И он довольно аргументированно доказывает обратное. Собственно говоря, уже два века подряд искусство переживает, скажем, даже больше, чем два века подряд. С начала XIX века в искусстве длится эпоха романтизма. Во-первых, именно в это время, собственно говоря, активно эксплуатируется кантовское понятие возвышенного в эстетике, которое противоположно классическому понятию прекрасному. Оно противоположно именно по какой-то некомфортности своего воздействия на человека. В отличие от прекрасного, оно подавляет, уничтожает человека, вызывает чувство отвращения. То есть катарсис вызывается, скажем так, довольно болезненными для человека средствами. То есть в этот момент появляются именно те стратегии, которые потом будут эксплуатироваться два века подряд. Поскольку XIX век — это век появления буржуазного сознания, именно в этот момент зарождается основной конфликт современного искусства, который, опять-таки, озвучил Олег Кулик. Основной конфликт между художественным сознанием, как он в одном из интервью называл его просветлённым, и материальным миром художник вынужден творить, самовыражаться. Собственно говоря, в начале XIX века появилось именно это понятие «самовыражение». Ранее его не было. Конфликт между ментальностью художника и ментальностью буржуа, между меркантильными ценностями и духовными. И художник превращается в некое ватариадора, которое размахивает под носом у буржуа красной тряпкой. Ну, постепенно эта стратегия эпатажа буржуазного сознания, буржуазия к ней привыкла, и она уже даже ждёт того, чтобы её эпатировали. Сменилась более изощрёнными, скажем так, обходными манёврами, обходными, подрывными, как угодно. То есть вместо уже какого-то прямого воздействия, прямого удара появляются стратегии иронии. Когда художник якобы отождествляется с миром буржуазных ценностей, но в то же время и критикует. То есть так или иначе он вынужден жить в мире двойных стандартов. Ну, именно в мире двойных стандартов и в мире критики вот этих основных буржуазных ценностей, идолов поп-культуры. Это смерть, тело, секс и деньги. В принципе, я решила построить рассмотрение материала дальше вот именно по этому принципу. С темой смерти ассоциируется творчество Дэмиана Хёрста. Если вы знаете, выставка его была не так давно в Пинчук-арт-центре. Это очень известный художник, скажем так, один из самых дорогих в современном мире. И вот здесь я процитирую всё-таки Кулика. И вот что же делает Хёрст? Он, конечно, находится в этом реальном мире и не знает, как из этого мира наживы выйти. Невозможно ничего противопоставить, трудно что-то доказать. Тогда он доводит ситуацию до самоубийства, показывает как бы такое духовное искусство, на которое требуются деньги, воплощённое в абсолютно бездуховную и мёртвую вещь. В основном Хёрст работает с чучелами животных. Животных – это действительно такое достаточно неприятное зрелище. И, в принципе, в некоторые залы Пинчук-арт-центра надо было заставить, сделать над собой усилия для того, чтобы заставить себя войти и походить там среди этих воняющих мух в формалине. Но, тем не менее, он один из самых радикальных художников, который вещает нам вот эти вот истины о жизни и смерти, о близости смерти в каждый момент жизни. О религии смерти. У Хёрста очень интересные инсталляции с таблетками, то бишь полочки таблеток, как некая современная религия, фармацевтика. Но вот это самая дорогая его работа, из его работ, которая была продана, по-моему, за 100 миллионов череп, платиновый череп, инкрустированный бриллиантами за 100 миллионов долларов. Собственно говоря, это очень яркая иллюстрация вот этих вот двойных стандартов, которые художник так или иначе вынужден исповедовать в наше время. С одной стороны, деньги, с другой стороны, стыдно как-то быть включенным в эту систему, в эту систему поп-культуры, когда поп-вкуса, когда эквивалентом художественной ценности является вот именно денежная стоимость произведения искусства. Но, тем не менее, ирония дает ему право делать такие высказывания, как-то отстраняться от всего этого. Здесь у нас произведение Тресси Эмин 99-го года, «Кровать». За нее она, кажется, получила премию Тернера. Такие художники, как Тресси Эмин, в основном это женщины, выразили еще один конфликт этой буржуазной эпохи, конфликт между телом, которое, в принципе, уже не принадлежит человеку, какой-то отчужденной телесности. Тоже является одной из самых популярных художников в этом поколении молодых британских художников. Рассказывает о своей драме. Эта кровать, в которой она провела какое-то время во время депрессии, у нее действительно очень трагическое мироощущение. В этой кровати она провела какое-то определенное время, находясь в довольно депрессивном состоянии. Вообще, это действительно очень откровенный художник, который никоим образом не связан с миром наживы, а скорее именно с внутренним миром несчастной женщины. Она тематизирует два своих аборта, одиночество, ощущение какой-то внутренней пустоты. И она действительно делает это настолько искренне, что даже критика верит в искренности этого ее высказывания. Ну вот тут еще одна работа Трэйси Эймин «Все, с кем я когда-либо спала на протяжении какого-то времени». Я не помню, какого времени она спала. Это палатка, в которой вышиты имена всех ее любовников, близких людей, брата. У нее достаточно трагическая, ну, не трагическая судьба, но на самом деле она была внебрачным ребенком вместе со своим братом. И достаточно сложное детство, в детстве подверглась сексуальному насилию. В общем, все вот эти вот перипетии и сложности она пытается выплеснуть в искусство, делая вот такие вот трогательные, откровенные произведения. Это Синди Шерман, которая тоже на протяжении всего своего творчества пытается осмыслить себя и в какой мере она является сама собой, а в какой мере играет социальные роли. То есть вот этот вот момент социальных условностей и какой-то внутренней подлинности, он постоянно тематизируется. Это ранняя ее серия, стилы из фильмов. Здесь она снимает сама себя в разных амплуа. На самом деле это вымышленные ситуации, вымышленные персонажи. Но тем не менее зрители в каждом персонаже узнают какие-то прототипы поп-культуры. Это всегда на что-то похоже, так или иначе. Еще один очень важный для понимания современного искусства нюанс. Это противопоставление может быть довольно искусственное, может быть довольно условное современного искусства и авангарда. Но то, с чего начиналось. На самом деле сейчас, в смысле, то, с чего я начинала свой рассказ. На самом деле сейчас это уже, это противопоставление кажется надуманным. И в принципе вот две линии, там, Дюшановская и линия Малевича, там, дадаизма и модернизма, на самом деле они переплетаются и являются единым целым. Одна линия, это якобы модернистская линия. Она связана, скажем так, это противоположная вот этой вот тенденции расширения границ искусства. Линия, которая наоборот сужается. Это линия эстетического редукционизма, герметизма, чистого искусства. Искусство этого направления, оно избавляется от всего, что не связано, скажем так, со специфичностью художественной формы. Вот у нас идет цитата. Цитата из Казимира Малевича, родоначальника этой линии. В десятых годах XX века он изобрел супрематизм как направление в авангардном искусстве. От латинского «supremus» на «высший». То есть здесь речь идет об эмансипации цвета. Существовали определенные правила, которые были разработаны Малевичем и которых он придерживался. Это белый фонд, который должен был обозначать некую космическую, ну скажем так, собственно говоря, это и была Вселенная, символ Вселенной. И вот такие вот динамичные цветовые пятна. То есть тут действительно речь идет о том, что цвет должен освободиться от предметностей и совершить некий, как он писал, шаг чистого творчества. То есть акт, который уравнивает творческую силу человека и природы. Здесь заложено некое божественное начало. Аналогичные вещи делал практически в то же время Пит Мандриан. Родоначальник неопластицизма. И, собственно говоря, эта линия неопластицизма, она действительно так или иначе развивалась на протяжении всего XX века и вплоть до нашего времени. Это тоже некая утопия новой пластической культуры. Вот белый фонд, который символизирует Вселенную. Вот эти прямые линии и только три цвета. Желтый, красный, синий. То есть здесь аскетизм высказывания, он, в принципе, еще более точен, чем у Малевича. Аскетизм, редукционизм, упрощение языка. Это упрощение языка художественного было доведено до какого-то логического завершения. Не до завершения, но действительно до какой-то логической законченности высказывания минималистами. Здесь на этих слайдах работы Тони Смита, который, в принципе, ну это не самая характерная для него работа. Он изобрел некую универсальную тоже, как и Малевич изобрел, черный квадрат, универсальная форма. Так у Тони Смита это были черные кубы. Полностью, форма полностью очищенная от предметных ассоциаций. И резервуар каких-то ассоциаций, но уже беспредметных, таких довольно отстраненных. И вот как продолжение вот этой абстрактной линии, то, во что это трансформировалось сейчас. Работы Сары Моррис, которая, начиная с середины 90-х годов, делает вот такие вот абстракции. Но, тем не менее, эти абстракции, здесь язык уже не настолько строг, не настолько рафинирован. Это все живописные работы по мотивам архитектурных серий. То бишь, вот эта вот решетка, она ассоциируется у нее с мегаполисом современным, с ритмом большого города, с каким-то таким непрекращающимся движением. Наряду с такой вот геометрической абстракцией, очень-очень важными были разновидности, другие разновидности абстракции. Вот, например, мы подобрали двух наиболее характерных, по-моему, с моей точки зрения, художников-абстракционистов. Это представители американской экшн-пейнтинга Джексон Поллок и Марк Ротко. В 1947 году прошедшего века Поллок изобрел такую технику, которая впоследствии станет активно эксплуатироваться. То есть дриппинг, разбрызгивание окраски без соприкосновения с холстом. Вот у нас тут есть одна большая цитата. Ключевые слова здесь, наверное, это быть внутри живописи. То есть это такой спонтанный способ творчества, который не предполагает какого-то рационального начала. То есть это абсолютно спонтанный творческий жест, который был единожды открытый, потом активно эксплуатировался. Еще очень важное открытие для дальнейшей судьбы абстракционизма – это живопись цветовых полей Марка Ротко. В 1950-х он вообще довольно поздно пришел к этому своему зрелому стилю. Во второй половине 1950-х, 1960-х он заполняет пространство полотна вот такими зависшими цветовыми плоскостями, которые называют цветовыми полями. При этом он, в принципе, даже и отрицал то, что природа в его живописи беспредметна. То есть сам он видел в этом некие предметные ассоциации, которые, впрочем, публично не разглашал. Хотя, возможно, это была и мистификация. И еще раз по поводу, я бы хотела высказаться по поводу вот этого вот искусственного разграничения двух разных линий – дюшановской и формалистичной. Марсель Дюшан, безусловно, совершил переворот в сознании эстетическом. И можно сказать, что это был эпохальный переворот одной из главных ноу-хау XX века. То бишь, ready-made – готовый объект, перенесенный в контекст искусства, из контекста жизни. Собственно говоря, это сразу объяснило многое. Что есть современное искусство? Игра с контекстами, некий трансфер, перенесение банального бытового предмета в музейный контекст сразу превращает его в объект искусства. И вот это самая его знаменитая работа «Писсуар». В музее искусство в быту – это понятно что, хотя впрочем. Искусство на самом деле заключается в том, что мы берем писсуар, стакан, сушилку для бутылок, любую банальную вещь и помещаем ее в музейный контекст. И сама процедура перемещения придает любой банальной вещи статус произведения искусства. Все гениальное просто. Некая процедура, которая… Основное его открытие – это изобретение художественного тиражирования. То бишь методом шилкографии, он тиражировал иконы общества массового потребления. Будь то Мэрилин Монро или банка Супа Кэмпбелл или что угодно. Там страницы каких-то криминальных хроник. Еще в 30-е годы Беньямин создал очень известное эссе, которое влияет на наше понимание искусства сегодня. Произведение искусства в эпоху технической репродуцируемости. Речь идет о том, что произведение избавляется от своей ауры. То бишь факт репродуцирования превращает его, опять-таки, в некий банальный объект, который, тем не менее, помещенный в стены галереи или музея, становится произведением искусства. Еще один представитель очень известной этой эпопартовской линии – Джефф Кунс. Как он сам пишет во многих интервью, в детстве на него произвели неизгладимое впечатление вот эти вот шарики длинные, такие сосискообразные. И он делает скульптуру большого масштаба, вот этих зайчиков, собачек. Тоже, на самом деле, стратегия та же, воспроизводство неких таких поп-фетишей, символов массовой культуры. И, в принципе, каждый из этих художников, он работает с одним и тем же материалом, с массовой культурой. Заимствует ее образы, перерабатывает в Вероническом ключе, и вот выплевывает таким вот образом сердце, которое тоже было продано. Джефф Кунс – один из самых дорогих художников современности. И, в принципе, так же, как и у Орхола, у которого, который первым применил, скажем так, фабричный метод производства, его ателье, свое ателье он назвал «фабрикой», и там действительно работало определенное количество людей. Вот у Кунса тоже такой вот фабричный метод, больше ста человек. И у Кунса, и у Хёрста достаточно большое количество людей работает над воплощением его замыслом. Он только разрабатывает эскизы и, собственно говоря, пожинает лавры и денежные дивиденды. И еще одна знаковая фигура, о которой бы хотелось сказать в связи с современным искусством и с его симптоматикой, интенсиональностью – это Йозеф Бойс. Важность концепции для современного искусства. Собственно говоря, две составляющие – концепция и форма. В современном искусстве, как правило, концепция превалирует и является более ценной. Опять же, это такое гипотетическое утверждение, можно соглашаться, не соглашаться, но, тем не менее, такие харизматичные личности, как Йозеф Бойс, как-то прочно закрепили это в художественном обиходе. Здесь у нас рояль из войлока. Во время Второй мировой войны, ну, эту историю, наверное, знают все, он был немецкий художник, воевал, был военным летчиком, и, собственно говоря, вот эти его вылеты дали точку отчета в его личной мифологии. В 43-м году он был сбит в Крыму. Его подобрали татары, отогрели, отогревали какими-то шаманскими способами, натирая салом, заворачивая войлок. И с тех пор он пытается вот эти вот методы привнести в искусство, скажем так, некие шаманские практики, которые возвращают искусству его изначальную оторванность от каких-то эмоциональных, магических корней. Вот здесь у нас рояль, обитый войлоком. То же самое. Ну, войлок, жир, мед, для него это, собственно говоря, такие основные материалы, они же символы. Следующий пункт. Для современного искусства характерен, для этого его момента преступления границ, расширения сознания, сознания характерен выход за пределы каких-то традиционных практик. Я об этом уже говорила. И очень-очень распространенными практиками являются акции, перформансы, хэппининги. В качестве примера мы решили подобрать венский акционизм. Как скажем так, одно из самых радикальных проявлений. В 65-м году венскими художниками была создана группа. Ее участники неоднократно подвергались какому-то криминальному преследованию за свои акции. И, в принципе, действительно само это зрелище выглядит, скажем так, довольно устрашающе. Художники, вот это вот, скорее всего, акции Германа Ницша, который делал некие дионисийские мистерии. То бишь, тут речь идет об искусстве, как, опять же, можно провести параллель с Бойсом, который возвращался к некому шаманизму, к утраченным основам. Здесь он проводит параллель с дионисийскими мистериями. То есть, это такие вот довольно устрашающие акции с жертвоприношениями, с кровью, с тушами разрезанными животных. В общем-то, искусство того времени, естественно, оно было очень политизированным. Обстановка накалялась, помимо этого, искупление исторической вины. То есть, в принципе, тут было очень много факторов, которые влияли на вот эту экзальтацию. И, действительно, эксцессы там были не шуточные, не детские. Так, один из членов этой группы, Гюнтер Брюс, тоже один из его таких хрестоматийных перформансов. Резал себя, пил собственную мочу, мастурбировал, распевая гимнастрии. Ну, за все это, естественно, они подвергались преследованиям. радикальные акционисты и тогда, и сейчас, в принципе, многие из них имеют уголовные дела. Это, скажем так, деятельность с риском для жизни и для свободы. Художница. Вот тоже достаточно такая радикальная картинка. Это плакат перформансу Валиэкспорт, которая, в принципе, тоже делала довольно радикальные вещи. В 1969 году в музее кино в Мюнхене она осуществила акцию которая называлась «Генитальная паника», то бишь прошлась по рядам музея вот в таких вот джинсах с вырезанной промежностью. Это плакат к этой акции. Здесь она сидит в такой вот демонстративно-эротической позе с автоматом. Таким образом она якобы отказывается от роли женщины-жертвы и берет на себя совершенно другую социальную гендерную роль. И в принципе это действительно было актуально в тот момент. Тогда искусство было тесно связано с политикой. И вот сама Валиэкспорт очень едко критиковала систему и акцентируя тот момент, что в общем-то женщине в этой системе не принадлежит ничего, даже ее собственное тело. Оно функционирует таким образом, как выгодно или государству, или мужчине. вот это акция тоже Валиэкспорт с Петером Вайбелем, вот такой человек-собака. Собственно говоря, можно провести параллель с последующей акцией Олега Кулика уже, российского художника, одного из самых известных перформеров. И собственно говоря, действительно он тут вел себя как собака, кусал, нападал. В принципе на этом он и сделал свою карьеру, имя. Поговорив об основных тенденциях, можно еще кратко остановиться на видах современного искусства, как это все выглядит сейчас. В этом есть свои нюансы. Это фотография Андреаса Гурски, одного из самого известного фотографа современности, цифровое фото, смонтированное компьютерным способом. Начиная со второй половины девяностых, Андреас Гурски применяет компьютерный монтаж для достижения вот этого эффекта панорамности видения. То есть сейчас цифровой монтаж, цифровое фото, это один из таких наиболее часто применяемых приемов. И в принципе он действительно добивается здесь такого эффекта вселенского охвата, какой-то точки зрения из космоса. То же самое. Снимает в основном мегаполисы, такие, то есть масштабные такие космические панорамы. Это еще одна представительница современной фотографии Нан Голдин и знаковая фигура в середине 70-х еще будучи подростком она изобрела и живя в Бостоне она изобрела довольно оригинальный метод фотографирования. После бурных вечеринок ей было сложно вспомнить происходящее, поэтому дабы восстановить эти провалы в памяти, частичную амнезию, она стала фотографировать все те вещи, которые считались бытовыми, низменными, вульгарными, вечеринки, быт, секс, все вещи, скажем, которые до этого не были достоянием общественности. Потом из Бостона она переезжает в Нью-Йорк и с 79-го по 86-й год было сделана серия, которая называется «Баллада о сексуальной зависимости». Это цитата из трехгрошовой оперы Бертольда Брехта. Ну, тоже персонажи Нью-Йорка, фрики, трансвеститы, наркоманы, ну, богема, мягко выражаясь. Тем не менее, это действительно портрет современного общества и в принципе ее заслуги перед фотографией неоднократно были признаны. Это один из самых известных фотографов. Ну, в типологии современного искусства видеоарт это очень важно. В принципе, ну, еще 10 лет назад мода на него была тотально сейчас в принципе он на равных с другими видами искусства, но тем не менее это действительно очень-очень важный для современного искусства вид. Здесь билвиола. Еще будучи ребенком он чуть не утонул и это опять же как вот убойся его катастрофа, авиакатастрофа, это был некий переломный момент, который стал точкой отсчета для его мифологии. Все его образы так или иначе связаны с водой как некая такая вот потусторонняя стихия преображающая все видимое. И действительно очень монументальный стиль, который связан как это непарадоксально звучит с какими-то вечными ценностями, вечными эмоциями. Не зря Биллу Виоле заказали иконы, видео иконы для собора Святого Павла в Лондоне. То есть это действительно современное искусство, которое тем не менее успешно внедряется и вот в контекст такого сакрального искусства. Везде фигурируют некий персонаж, который или всплывает из воды, или погружается в нее. Такие вот воды забвения или очень сложная метафора, ее невозможно как-то однозначно исчерпать. Тони Ослер знаковый для современного художника, современного искусства художника, поскольку он действительно обращается к теме, которая сейчас востребована, это тема безумия. Шизофрения действительно стала социальной болезнью современной культуры, об этом много пишется и многие художники с этим работают. То есть на раннем этапе своего творчества он просто создавал некие образы, которые говорили о раздвоении личности. Он все время делал неких таких двойников. В данном случае у нас есть такой гомункулус, который вот лицо спроектированное на подушку, какие-то кишки. То есть это такой медиальный монстр, который по сути дела является альтер-эго художника. Для него наверное тоже на самом деле в клиническом смысле этого слова это все было актуально. Он постоянно создавал некие альтер-эго. Разные персонажи, играющие разные роли. причем проецировались не только лица, тел, вот такое искусственное существо. Это Мэтью Барни, тоже культовая, очень характерная для современного искусства фигура в плане того, что здесь действительно показана некая синкритичность всех видов. По определению Мэтью Барни называет себя скульптором, но стал он известен благодаря циклу фильмов Кремастер, работал он над ними с 95 года по 2002. Был сценаристом, актером, постановщиком, то есть в принципе такие очень странные сцены сюрреалистические, то есть какого-то внятного смысла в этом нету. Ну естественно какие-то символические мотивы, очень много масонской символики, вот эти вот все фартухи тут прослеживается, но на самом деле какой-то внятной смысловой нагрузки это не несет, это скорее вот такая вот красивая картинка, говорящая опять же о некой такой разорванности сознания, сложности, дискретности. вот еще у нас несколько слайдов связанных с современной скульптурой, с инсталляцией и здесь тоже прослеживается определенная интенция и современная скульптура, жанр инсталляции, они постепенно сближаются с дизайном, то бишь такие мотивы сближения всего со всем, опять же сближения жизнью, с дизайном. Это Олафор Элиасон, датский художник, который делает масштабные инсталляции со светом, вот в Пинчукар-центре была башня света, если вы видели эту работу. Это работа из Тейт Модерн, которая называется Везе Проджект, такое вот искусственное солнце. Это работа с Венецианской биеннале, то есть в эти объекты можно войти, некое такое виртуальное пространство, не виртуальное в плане значения интернет, а вот именно некая параллельная реальность, которую создает вот эта вот инсталляция. Анишкапур это один из представителей поколения молодых опять же британских, новая британская скульптура так называемая. Эта работа была установлена кажется в 2004 году в парке Миллениум в Чикаго, называется Врата облаков. То есть вот такая масштабная скульптура, объект, элемент дизайна. Современная скульптура, она сложно действительно подается какому-то опознанию, дифференциации, ее сложно вот здесь не соблюдается чистота вида, если можно так выразиться. Дальше я бы хотела сказать пару это работа называется Зеркало неба. То есть здесь идет такое слияние с окружающей средой. Огромное зеркало, отражающее небо. Это мой любимый художник Люк Тюйманс. В принципе многие считают, что традиционная фигуративная живопись в медийную эпоху не имеет права существовать. Я думаю, сам художник придерживается того же мнения, и именно вот это и является предпосылкой его творчества. То есть некая такая вот большая художественная утопия закончена, и все его работы, которые отмечают все критики, похожи на такие выбеленные стершиеся слайды или картинки с экранов. Но они действительно производят впечатление такой вот вторичной медийной картинки. Это все манифестирует некий конец эпохи утопии, большой утопии. он говорит об этом во всех своих интервью, о том, что в принципе он работает наперекор дню, так называлась его выставка в рамках последней московской биеннале на красном октябре. И действительно живопись она хронична, в какой-то степени несовременна, но тем не менее она имеет право на существование. Громадные работы, которые напоминают такие вот наброски, холодные такие мертвенные цвета, политические сюжеты, тут очень много скажем так сюжетов, которые так или иначе связаны с событиями в Конго, с какими-то концлагерями, с темой насилия в современном мире. Это действительно конец большого утопического проекта и в живописи, и в жизни, и это постоянно подчеркивается. Вот еще один такой характерный пример эксцессов языка современной живописи. Это работа Люсьена Фрейда, внука Фрейда, одного из самых дорогих или самых дорогих на данный момент живописцев. Вот такая очень мясистая, плотная, тяжелая живопись. Он действительно работает в традиционных жанрах обнаженной натуры, портрета. У него есть портрет Елизаветы Второй, который действительно абсолютно такой монструозный. Или вот эти вот тела, которые производят действительно давящее впечатление своей массы. Но тем не менее это имеет место быть, и это очень высоко ценится. Еще один важный момент, одна особенность современного искусства, оно охотно перенимает языки каких-то маргинальных художественных явлений арт-брюта. И тут мы выбрали арт-брюта, постграффитизма, граффити. Тут мы выбрали две персоны, несколько работ Жанна Мишеля Баски. Он прожил всего 27 лет, умер в 88 году от передозировки кокаина и героина. Начинал как граффитист на улицах Нью-Йорка, потом был замечен художественной системой, поучаствовал в выставке Тайм-сквер-шоу, и это действительно ныне один из самых значимых художников поколения неэкспрусионистов, наряду с Шнабелем, Салли, Клименте и так далее. Вот действительно обычное граффити, вот это спонтанное непосредственное манера выражения, этот брутальный язык охотно апроприируется художественной системой, это действительно такая свежая кровь, которая обновляет систему. Здесь работа Бэнкси, это псевдоним скандально известного граффитиста, на самом деле существует гипотеза, что его зовут Робин Бэнкс, хотя на самом деле доподлинно это никому неизвестно, на одном из интернета аукционов был однажды выставлен лот, если бы его кто-то купил, а его по-моему так никто и не купил, то имя бы этого художника было обнародовано. Он работает, создает свое, это действительно такое протестное искусство в Бристоле, вот, изобрел метод трафарета, который ныне стал очень популярен, и в принципе это то, о чем я уже говорила, то есть протестное искусство, искусство улицы охотно выбирает в себя система, и потом это продается за очень неплохие деньги. И несколько слайдов таких самых знаковых современное украинское искусство, это цикл «Донбаш шоколад» Арсена Савадова. Вот это движение искусства в жизнь здесь осуществлено самым буквальным образом. Художник для осуществления своих постановочных съемок спускался в шахту, и в принципе это действительно был такой экстремальный опыт, который ему довелось пережить, хотя все это выглядит как некая такая действительно очень красивая сцена, какая-то чуть ли не мистериальная, маски, какие-то такие персонажи, но тем не менее там в шахте ему было действительно некомфортно. Такие шахтеры трансвеститы, в этих вот перевоплощениях наверное нету какого-то определенного художественного смысла и нету гротеска, то есть это нужно воспринимать на неком таком метафорическом уровне, далеком от каких-то буквальных символов. картины Василия Цаголова из серии X-файлы. Если скажем так Арсен Савадов да, смешные инопланетянчики сосущие свинку, если Арсен Савадов сформировал язык такой современного постановочного фото, скажем так, наиболее известен в этой области, то Василий Цаголов со сходными же принципами работает в живописи. С одной стороны это вот такой вот гротеск, такой черный юмор, можно сказать даже, но тем не менее все это накладывается на великолепное владение кистью, мастерство и такой довольно отстраненный холодный взгляд. Ну вот это его инсталляция «Лебединое озеро». То есть Вы можете составить такое общее представление о тематике. Шахидки, балерины в поясах шахидок. Спящие принцы Украины Ильи Чичкана. Ну здесь тоже вот эти эпатирующие 90-е на самом деле это биологический материал, если это можно так назвать. Это реальные зародыши, вот эти вот украшенные драгоценностями. В принципе все это связано с темой Чернобыля отдаленно, ассоциативно. И помимо какой-то такой внешней эпатажности в этом существует глубокий художественный смысл. Опять же работы Ильи Чичкана здесь проводятся параллелью с фэшн-стилистикой, с глянцевыми журналами, то бишь, собственно говоря, вот этой вот поп-культурой и современным искусством. серия называется ПВО, кажется, противовоздушная сил, противовоздушная оборона, да, да, да. Здесь простым людям, люди такие, какими они есть, предлагается инсценировать по шаблонам из глянцевых журналов определенные сцены. Вот шаблон и, собственно говоря, реальные персонажи. Это группа РЭП, скажем так, молодое поколение современного искусства Украины. Они появились в 2004 году на волне оранжевой революции, когда, собственно, в центре современного искусства и произошла выставка под названием РЭП «Революционное экспериментальное пространство». Вот. В дальнейшем они, то есть, часть группы отсеялась, часть сохранилась, наиболее стойкий состав работает с темой так называемого национального патриотизма. То есть, это такой вот проект, который они реализовывали в разных местах и в Украине, и за рубежом. Они изобрели так называемый язык патриотизма, вот такие какие-то пиктограммы, которые символизируют определенные аспекты украинского менталитета. То есть, каждое изображение имеет определенный, несет определенное значение, это определенный символ. Ну, на этом у нас визуальный материал закончился. Вот. Я хотела бы вас поблагодарить и выслушать вопросы, если таковые будут. Я лично понимаю, что вот цель современного искусства это шокировать людей. Это хорошо, конечно, когда люди станут, экспериментируют, стремятся к всему-то новому. Но хочу цитировать слова знаменитого русского художника Василия Дмитриевича Полина, который говорил, что искусство, если оно не приносит радости, ничего не стоит. Понимаете, это все хорошо, но иногда это все оставляет такое ощущение, что все эти ассоциации, все это новое в кавычках приносит лишь тому, чтобы мы забыли наши традиции. Понимаете, это все останется, конечно, в прошлом, но останется, конечно, для будущего лишь то, что было создано для красоты, для людей, для вечных ценностей. Это разные плоскости культуры, и мне кажется, их даже сравнивать не стоит абсолютно. Те ценности эти, они абсолютно не сопоставимы ни по каким критериям, и вы можете выбирать то искусство, в котором вам комфортнее, собственно говоря, вот приятие современного искусства, оно не рождается сразу, одномоментно. Тут нужен некий опыт действительно довольно длительного соприкосновения с ним, для того, чтобы понять, что это действительно очень искреннее, и искусство, которое действительно отражает реальность, вот как-то преломляет ее такой, какой она есть на самом деле, без спецэффектов, которыми пользуется масс-культура. Что касается трагедии смерти, лично, скажем, Херст не мой любимый художник, отнюдь, понимаете, но что касается Херста, то вот вдумайтесь в очень простую ситуацию, как бы вас шокирует, и шокировали все английское общество, зеленые всерьез хотели самого Херста вот так за формальдегит опустить, английский зеленый, я читал статьи тогда в Индепенденте, как бы это происходило в Англии, на моих глазах, 92-91 год, то когда вы берете прекрасно сделанную рукописную книгу средневековую, помните о том, что цена этой книжки как минимум 50-100 телят убитых, а книжка сделана из их кожи, и это тоже, между прочим, часть эмоций, которую вы получаете, беря в руки эту книгу, эта книга сделана на коже убитых телят, и позволить себе такую книгу мог только очень богатый человек, намного богаче, чем тот, который сегодня может позволить себе купить череп Херста, понимаете, потому что в то время забить 60-70 телят книги порой делались несколькими поколениями богатых людей, потому что одного поколения богатых людей денег на такую книгу не хватало, поэтому как бы все на самом деле намного шире, и мы сейчас здесь присутствуем в очень простой ситуации, нам чуть-чуть приоткрыли дверь, что может быть действительно там есть разные вещи, между прочим, как и в древнем искусстве и в старом искусстве есть разные вещи, ну, я не буду приводить пример, скажем, живопись Брейгеля, или там еще более страшного Босха, понимаете, посмотрите внимательно на Брейгеле, посмотрите на сручьего мужика, под виселицей, понимаете, и это как бы в общем совершенно не вроде бы облагораживающий нас элемент, но тем не менее Брейгель это писал, и он считал нужным это написать в свое время, хотя он не был активно, не позиционировал себя как политический художник, но тем не менее политика и социология присутствовала в его искусстве постоянно, поэтому просто все, поймите правильно, все намного сложнее, шире, если мы увидели две картинки, то как бы по ним судить в целом о том, что происходит в искусстве, причем я как бы не очень соотношу себя с термином современное, потому что искусство это на сегодня современное, а завтра то, что сегодня современное, будет уже как бы поводом для изучения историков и аналитиков, то есть это будет вчерашнее искусство, понимаете, а не современное. Это все как бы естественно, просто я хочу призвать, просто почему я начал с того, чтобы всех успокоить, чтобы никто же не претендует здесь сидящих, и точно так же, как и Лектор, не претендовала на наши вкуса, она не навязывала нам вкуса, она не ставила нас в позицию, когда мы должны были ей безусловно верить. Нам просто приоткрыли немогучую дверь, щелочку, посмотреть, что происходит, причем я хочу сказать, что, например, живопись Лусиана Фройда это фантастически красивая живопись, и ее, к сожалению, не передает по красной экране, это очень классическая и очень красивая живопись, а то, что в этой живописи затрагивается довольно драматично, между прочим, я, честно говоря, вообще здесь я даже и драмы особо не вижу, но единственное, что драма между отношением человека и животного, понимаете, то есть, к сожалению, у меня тут со мной ассистентка, завтра ее сюда не пустят, она вам тоже объяснила много о любви между людьми и животными. Так вот, я хочу сказать, что, понимаете, не все, не все всегда, во-первых, драма, опять-таки, говоря о прекрасном, и пугаясь крови, вот на этих работах, этих, скажем так, австрийских акционистов, откройте на любой странице Шекспира, особенно его трагедии, и посчитайте, сколько литров крови выливается на каждой странице, понимаете, то есть, это же тоже факт, и эта кровь выливалась и на сцене, но, естественно, не настоящая, понимаете, когда это происходило, кровь лилась, более того, Шекспир был очень озабочен деньгами, потому что ему нужно было привлечь зрителей в свой театр, потому что ему, в общем, из королевской казны денег никто не выкладывал, он должен был содержать себя и платить деньги актерам, поэтому и отношения с деньгами, если вам будет это интересно, я завтра, в общем, немножко расскажу о том, чем занимаюсь я, но по поводу денег не забывайте, Микелинджелл, на самом деле, любил расписывать потолки, но пока папа Римский не дал ему столько денег, сколько он хотел, он на потолок Сикстинской капеллы не полез, у него было три прекрасных дома во Флоренции, там жила его семья, да, он жил в рубище, ему ничего не было, он любил живопищем заниматься, но пока папа Римский столько, сколько он не заходил, не дал, он Сикстинскую капеллу расписывать не начинал, понимаете, я не буду говорить о другом, в общем, разгильдяя между нами, как бы, Леонардо да Винчи, который всю жизнь, почему Джаконда оказалась в Лувре, никто не думал, потому что он всю эту жизнь свою Джаконду возил подмышкой, потому что он распиздяет, потому что, прошу прощения, другого слова нет, действительно, потому что мы заказали портрет, искали полгода, он 8 лет писал, Джаконда умерла, заказчик муж разорился, он так и это искал подмышкой, пока его король Франциск не пригласил на стипендию доживать свой век в Париже, и последнее, что он делал, он делал огромную красивую лестницу в Шамборе, это очень большой королевский замок, и делал он же, в общем, тоже не за малые деньги, понимаете, уже на старости лет он наконец-то зажил как человек, а Джаконда таким образом осела потихонечку в Лувре и осталась там, потому что, как бы, это всегда вот эти вот взаимоотношения социальные, художник, понимаете, не делайте из художников каких-то небожителей, они вообще простые люди, и когда Леонардо, например, предлагал свои услуги миланскому герцогу, то в первую очередь шел длинный список того, как он может разрушить вражеские крепости, и сколько у него для этого есть разных способов, потом, как он может построить крепости для своего сюзерена, и сколько есть разных способов, какие способы уничтожения врага он прекрасно знает, и только потом, в конце, еще могу живописью заниматься, еще могу, между прочим, ставить театральные и фейерверки делать, между прочим, для фейерверки для жен новых, как я это называю, он получал порой намного больше денег, чем он получил в итоге за свою живопись, Поэтому все в этом мире не так вот просто, понимаете, вот как бы, а нам сейчас просто, ну вот чуть-чуть, приехал человек, он показал, а дальше, конечно, нужно ездить и смотреть. Вы знаете, вот последнее, чтобы закончить эту тему, в Киеве я был неделю тому назад, очень долго в встрече со мной добивалась некая молодая особа из Одессы. Вот я хочу вам показать свои работы, мне очень нравится то, что делаете вы, мне кажется, что это близко к тому, что делаю я. Я хочу показать, молодой особик, как и потом оказалось было 22 года, и она, я говорю, хорошо, только я говорю, я в Одессу не поеду, вас пригласили к себе в Харьков, я вам не гарантирую, что я вообще могу что-то сказать, потому что мне вполне может все не понравиться и не состоится наше с вами, ну как бы вы приедете, потратите деньги, немалые причем по нынешним временам. Давайте вот вам нужно в Киев, мне нужно в Киев, в Киев встретимся и поговорим. Она мне показала все, что она делает, действительно смотреть было не на что. Но в конце разговора мне ее жалко, ну молодая девушка, ей действительно очень хочется, она окончила какой-то там околографический факультет, занимается, ей очень хочется, но все очень рыхло, все очень плохо сделано, все очень, ну даже на профессиональном уровне слабо, я уже не говорю об эмоциональном уровне. Вот. И тут я ее спрашиваю, девушка, а собственно, что вы видели? Вот ваша, я задумался о том, что у нее явно очень низкий уровень визуального образования, я же не про книжки, я про, вот по картинке могу понять, много человек, чего видел или нет. Я говорю, вы в наших музеях, я же не спрашиваю, про Флоренцию, про Уфицы, про Британский музей, про Вашингтонский конституциональный юбилей, я спрашиваю, в наших музеях были, ну туда, куда можно вот рукой достать. Вот в Эрмитаж вы съездили? Нет. В Русском музее были? Нет. В Пушкинском музее были? Нет. То есть понимаете, во что упирается порой? Упирается в отсутствие информации. Потому что, чтобы подумать о том, как бы, теленке сквозь призму средневековой книги, для этого нужно и то, и другое знать, понимаете? И для этого, беря в руки эту книгу, тоже нужно это ощущать, понимаете? Смерть, на которой построена новая жизнь, парадокс, понимаете? На смерти этих, в общем, ну, представляете, теленок, особенно если здесь есть вот вегетарианцы, представляете, которые мясо не... Вот теленок, представляете, маленький, мугренький, все, его разрезали, шкуру натянули, на шкуре что-то написали. А мы восторгаемся. И это ничуть не менее драматично, чем эти теля, эти овцы в формалинии в Домьене Херста. Ну, давайте мы отложим до завтра. Я просто еще раз хочу поблагодарить Викторию, потому что, поймите правильно, это только начало для всех, кто это видел. Понимаете? Вот кто видел больше, то это продолжение. А кто первый раз это увидел, это начало, а дальше это огромный мир. Мы что-то одну сотую не увидели того, что происходит, понимаете? Одну сотую. И там совсем не все хорошо. Там все по-разному. Есть талантливые, есть бездарьи, понимаете?